И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас будет покупочка нового комплекта на аккаунте TeamPointers.UT, на моём бездонатике. Купим новый комплект, затестим его и попробуем выполнить определённый челлендж. Челлендж у нас будет, ребят, состоять в том, что мне надо будет набить как минимум 50 кг за 10 минут в режиме Джаггернаут. Не знаю, у меня на это всё, на всё про всё, ребят, будет одна попытка. Возможно, я в какой-то каточке возьму, сейчас перезайду, чтобы попасть на нормальный боёчек, чтобы в этом плане получилось хоть более-менее как-то адекватно нормально, если там будет что-то прям жёсткое. Ну, а всё это дело мне придётся выполнить на... вот на таком комплекте. Комплект у нас самым, сейчас его затестим. Ну и, конечно, расскажу вообще, в чём его плюсы, в чём его минусы. Безусловно, сразу главный плюс, ребят, могу сказать, что при покупке данного комплекта вам даётся резист от Грома. Данного резиста у меня на этом аккаунте нету, поэтому он является очень-таки полезным, очень-таки хорошим. И он мне очень-таки даже в этом плане пригодится. Поэтому давайте уже не будем затягивать, быстро покупаем комплектик и летим нагибать. Летим нагибать, так, комплект я уже прикупил. Сейчас мы красочку сменим, красочка у меня, ребят, кстати, есть за Львов, за Победителей. Вот такую мы красочку оденем, быстро поставим на прокачечку. Первые шаги мы поставим на прокачку, где-то, ребят, по 5 шагов качнём даже без скидок, потому что я вам могу сказать честно, качать это всё дело очень-таки выгодно. Так, как вы, ребят, уже видели, кто, ребят, смотрит на нас в стримасике, видели, что я уже лейтенанта апнул на этом аккаунтике, в этом плане очень-таки чётко, нагибаторски даже, я бы сказал, и кристаллов на аккаунте у меня скопилось за открытие контейнеров. Если, ребят, кто смотрел видосы, кто не смотрел, ссылочку на видосик последнего по открытию контейнеров на данном аккаунтике, я оставлю в описании. С Тёмой мы открывали... Битва контейнеров у нас была, открывали 50 контейнеров, если не ошибаюсь, то больше 100 тысяч кристаллов я себе на аккаунтик полюсанул, и в этом плане очень-таки чётко получилось. Вкаточка у меня пока не бросает, сейчас ещё разочек обновимся. Может быть, сейчас меня закинет, немножко подождём. Что касается, ребят, в принципе, комплекта, что касается корпуса, безусловно, если бы в комплекте данном был бы не Диктатор, а Викинг, было бы лучше. Такой комплект, в принципе, у нас имеется. Викинга Гром есть вместо Дикогрома, но открывается он со следующего звания. А так как я, ребят, на этом аккаунте много не играю, данный комплект, данное вооружение прикупить я никак не смогу. Ну, поэтому придётся покупать... не придётся даже, в принципе, а покупаю, ребят, данный комплект. О, меня как раз закидывает сразу на Джаггернаута. У нас такой жёсткий сейчас будет тест комплект, я так понял. Но есть условия у нас по данному ролику, что мне надо 50 килов как минимум набить на Джаггернауте. Постараюсь я это... вернее, не на Джаггернауте, а в режиме Джаггернаута набить 50 килов. Постараюсь я эту циферку выполнить. Если получится, то будет очень-таки хорошо. Не получится, ну, тогда ставьте, ребят, дизлайк данному видео и говорите, что я лох, который не умеет играть. Как-то так. Так, один килчик уже есть, второй пошёл. Не знаю, ребят, что касается данного формата на данных званиях, насколько тяжело набивать киллы. Но то, что набивать киллы на уоррентах тяжелее, чем на таких званиях, инфа 3 сотки я вам, ребят, даю. Поэтому сейчас потестим, посмотрим, насколько будет это тяжело. Надеюсь, что у меня, в принципе, должно получиться. Если 50 килов удастся набить, то я, в принципе, в какой-то момент Джаггернаута отдам специально и потещу именно-таки комплект. Если 50 килов у меня удастся набить, потому что челлендж у нас состоит из набития именно-таки 50 килов. Больше мне, в принципе, набивать не надо, но можно было бы попробовать и набить больше. Не знаю, ребят, сейчас, короче, посмотрим, как пойдёт. Пока не будем ничего загадывать, потому что всё очень-таки быстро может измениться, очень-таки быстро меня могут нагнуть, и тогда я уже не успею ничего набить и ничего сделать. Пока, ребят, очень-таки неплохо идёт, я вам скажу. 12 киллов за полторы минуты. Очень хороший результат. И пока в этом плане всё очень-таки даже хорошо. Так, плюс ещё один килл делаю, плюс ещё один килл делаю. Откидываем корпус, чуть-чуть отъезжаем. Фриз уже там у нас гонится, гонится фризяка. Надо его быстро-быстро-быстро отфокусить. Есть контакт. Это есть. Ещё два фриза. Очень-очень-очень. Вот сейчас очень плохо, и всё, походу, я наигрался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, всё, наигрался. 17 киллов за 2 минуты я набил. Надо набить 33 килла ещё сверху. Попробуем набить это как раз-таки на данном вооружении. Резистик только от грома мне надо сейчас одеть, чтобы было всё чётко в этом плане. Потому что без реза от грома на таком вооружении поиграть нельзя. Что касается, ребят, пушки и корпуса. В режиме ДМ, который я сейчас играю, ну как это у нас не ДМ получается, а режим Джаггернаут. У нас вообще и корпус, и пушка очень-таки хорошо сочетается. По этому корпусу вообще, в принципе, у меня особо минусов нет. Плюс, огромнейший плюс, даёт у нас то, что на нём можно голдоловить. Легко забирать золотые ящики. Все ребята у нас знают это. Ну и, конечно, высота решает в плане... Бывают моменты, где надо именно-таки за счёт данной высоты раскачать корпус так и сделать какой-то нереально крутой прострельчик. И за счёт этого, конечно, данный корпус вывозит очень-таки хорошо. 22 кила у меня уже есть. 23 за 3 минуты. Пока очень-таки хорошо иду к 50. На Джаггернауте 17 киллов. Это хороший плюс. И попробуем сейчас ещё раз забрать Джаггернаута. Если получится, будет очень хорошо. Один гром, если не ошибаюсь, остаётся до слива данного игрока. Нет, ещё один. О, не успел, ребят. А можно было сейчас сливать. 25 киллов уже есть. Неплохо. Хорошие цифры. Хорошо начал. И в этом плане хорошо мне повезло. Быстро-быстро попытаемся забрать этот фраг. Забрали. Супер. Если, ребят, вам нравятся ролики данного плана, если вы хотите, чтобы я записывал ролики, где я челленджую, где выполняю какие-то челленджи, которые мне... Кстати, дают на стримах. У нас есть такой моментик при донате, то, что вы можете заказать, можно так сказать, челлендж, который я должен буду выполнить. Я буду стараться выполнять. И, в принципе, всё данное выполнение я могу, ребят, записывать на видосики. Если вам это понравится, то обязательно поставьте лайк данному ролику. Напишите в комментарии, что вы это поддерживаете, что вам это нравится. И я обязательно буду записывать в этом плане что-то ещё. И даже, в принципе, в комментарии можете предлагать, например, свой челлендж какой-нибудь. Если будет что-то очень-таки интересное, то я даже постараюсь записать тогда новую серию. Новую серию, в принципе, по рубрике по челленджам. И выполнить ваши условия, ваш челлендж как-то так. 5 минут у меня остаётся. Надо набить ещё 21 килл. Вообще, в принципе, было бы неплохо пойти сейчас забрать джиггернаута. Где у нас джиггернаут? Я не вижу его. Не вижу джиггернаута. Где он у нас? Наверное, на респе. Да, на респе я угадал. Вон там вот у нас, ребята, он вдалеке респуется. Меточку уже джиггернаута. Я вижу, сейчас быстро заберём хорька с двух выстрелов. Прис меня уже сзади оприходует. Так, хорошо. Попытаемся сейчас как-то развернуть корпус. Хаваю аптечку. Сплэш, конечно, урон. Это очень-таки хорошо. И вот сейчас мы его вот так вот добираем. 31 килл. Где у нас там джиггернаутик? Джиггернаутик у нас ещё живёт. Но я попробую сейчас забрать ещё. Вот, ребят, вот о чём я говорил. Вот она, раскачка. Вот она, божественная раскачка диктатора, которая решает. Сейчас только резист надо сменить. Возьмём место резиста от молота. Возьмём резист от грамма. 25 процентов. Очень-таки неплохо в этом плане. Так, и вот этот вот танчик сейчас мы быстро сольём. С двух выстрелов. Безусловно, данную пушку и данный корпус на этом аккаунте я буду прокачивать. Всё это дело я тоже буду оповещать. В видосах, как только у нас оно докачается до фулл прокачки, тоже я чё-нибудь запишу. Чё-нибудь расскажу, потэщу. И в этом плане тоже чётко всё будет. Так, 36 киллов у меня уже. Хорошая цифра. Быстро идёт. Набитие киллов. 4 минуты у нас осталось. 14 киллов. 4 минуты, 14 киллов. Надо бы забрать ещё разочек, как минимум, джиггернаута. Я думаю, что это вполне реально, при том, что у меня овердрайв имеется. Но и при овердрайве это всё сделать вполне реально. Так, сейчас вот этот громчик у нас уйдёт на резк. Потом делаем прострел. Прострела нету. Чересчур близко. Я стоял к данному танку. Чтобы прострелить такую зону. Так, попробуем слить. Ага, он хавает аптечку. Дроп его собирает. Так, вот этот танк мы уничтожаем. И 11 киллов, в принципе, у меня осталось. Одна попытка, ребят. Нету у меня больше шансов. Никаких. Привык я делать, ребят. Всё, можно таки сказать, спонтанно. Без никаких подготовок. Я считаю, что в данном плане очень-таки интересно всегда получается. То, что нет никакой заготовки. В каком-то случае это как бы даже плохо. Но есть моменты, где это очень-таки интересно. Не то, что ты там, например, записываешь 20 раз ролик. Типа, я выполняю челлендж. И если ты его не выполнил, то ты ничего не выкладываешь. Сразу я, ребят, вам в начале данного ролика сказал, что вне зависимости от результата, выполню я его или нет, всё равно у нас как бы будет данный видос. Я не из тех, кто будет там, не знаю, что-то скрывать. Если я не нагнул, если я не выполнил с первой попытки, значит, я лошарик. Что я могу сказать, ребят? Что-то так, как-то так. Две минуты у нас остаётся. Шесть киллов осталось. В принципе, что могу сказать по данному челленджу? Мне очень-таки повезло, что я сразу зашёл на Джаггернауте. Плюс 17 киллов за две минуты. Это очень-таки было быстро и очень-таки хорошо. Ну и, конечно, комплектик меня очень-таки радует. Килы набиваются на ура. Принарки. Без прокачки, ребят. У меня не прокачан ни корпус, ни пушка. Вы сами видели, я только приобрёл. Очень хорошо нагибает. Мне нравится. Пушка просто божественная, при том, что резистов от неё почти не имеется. Кто у нас комплектик данный не имеет, ведь, в принципе, тот и не имеет резиста. Всё довольно-таки просто. Четыре килла полторы минуты. Я думаю, это грех не набить пятьдесят киллов уже. Ну, фриз хочет меня нагибать. Ладно. Кстати, ребят, пока ни разу Джаггернауты я не забрал. Возможно, это какой-то такой неудачный рез постоянно меня преследует. Я не могу появиться рядом с Джаггернаутом, либо я просто не нацелен на данное взятие. На данное взятие минутки Джаггернаутика как-то так. Сейчас, ребят, кстати, надо попробовать забрать, но его опять сливают. Ну, вот видите, в принципе, я только собираюсь даже ехать на него, а его уже сливают. В этом плане тоже печально, что нельзя долго последить вообще за Джаггернаутом. Его очень быстро отправляют на резк. И очень плохо сейчас становится, то, что у нас пятьдесят секунд до конца. Я три килла до сих пор не набил. Надо быстро сейчас набить, а то я сейчас зазвездился по ходу и даже не успею выполнить челлендж. Это будет печально. 40 секунд у нас до конца боя. Что-то я заговорился. Очень-таки заговорился. Джаггернаута рискует рядом. Как не надо было вообще вот этого делать. Вот этот резк сейчас был просто лишний. 30 секунд до конца, три килла. Блин, пацаны, что-то я начинаю задумываться, что я уже не успею. Это очень плохо. Это очень-таки плохо. Так, быстро, быстро, быстро. Килл надо, надо килл, надо килл. Аптечки хавают, ребята. И это очень плачевно. Может сейчас закончиться. Нет, 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 нет. Ясно. Круто, круто. Круто, круто. Челлендж не выполняется, ребята. У нас пять секунд до конца боя остается. И это провал. Это провал, ребята. Челлендж не выполнен. Одна попытка. И вы можете смело прожимать дизлайк на данный ролик. Такое вот, ребята, у нас видео получилось. Я думаю, что вы его оцените. Тест комплекта. Я думаю, зашел на ура. Мне данный комплект очень-таки нравится. Поэтому как-то так. Будем сейчас, ребят, пробовать на стриме выполнить данный челлендж. Потому что с первой попытки у меня не получилось. Попробуем выполнить ее со второй попытки. Поэтому, ребят, кто у нас еще не смотрит стримы, кто в них не участвует, обязательно приходите, участвуйте. Я думаю, вам понравится. Здесь весело, интересно. Можно выигрывать тоже. Всякие плюшечки в разных конкурсах. Ну, а на этом, ребята, у нас все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, ребяточки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok